Сегодня видос с Глебом. Здорово, пацаны! Глеб у нас король доставки. Король, блядь, доставки. Видите, на фоне, да, это короб Яндекс.Еды. Будем работать по такой схеме. Я бегу за роллами. Глеб закатается. Вот работа мечты, пацаны. Давай, это лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире! Твои ставки, сколько это все будет стоить? 150 рублей. Ну, скажи, с кайфом же, да? Конечно. Ну, стави какой рюкзак. Да, сейчас вам жутбуржу, пацаны, все со мной охернят. Обычно меня, знаешь, как баловали? Я вот так вот сижу. Монетки вот так. И мне, да, и мне жменью вот так. Я надеюсь, вам нравится такой контент, так сказать, где много денег. Где можно заработать на любую свою мечту. Если вы думаете, что это в работе курьером в Яндекс.Еде можно заработать на свою мечту, то вы, зука, ошибаетесь, парни. Ребят, всем привет. Меня зовут Александр, вы на канале Алексей Детоксуй. Сегодня видос с Глебом. Здорово, пацаны! Глеб у нас король доставки. Король, блядь, доставки. Вот, и сегодня он будет меня учить работать в доставке. И мы сейчас мощно, мощно, мощно работаем. Вот вы видите на фоне, да, это короб Яндекс.Еды. И вы не поверите, но я уже еду на первый заказ. Мы потратили 2 часа времени, чтобы устроиться. Там что-то очень дохера народу. Но... Талон номер 360, пройдите номер 211, пройдите как номер 318, пройдите как не третий. Сколько бы ты заработал денег за эти 2 часа, если бы работал на бизнесе сейчас? Четыре грязными, ну, 3 часа, ну, там что-то 2,5-3 часа. Ну, вот надо нам попробовать набить эту сумму. Да, пришел первый заказ с много лосося. Мы тут уже на него едем. Мы типа пешие курьеры. Ну, типа я пеший курьер. Ну, на бизнесе, пешие на бизнесе. На бизнесе, да, главное там найти парковку, короче. Если что, будем работать по такой схеме. Я бегу за роллами, Глеб закатается. Я их ем. А, кстати, что будет, если съесть? Штраф какой-то. Там, если ты ешь 3 заказа, тогда тебя отключают. То есть, в теории, мы можем сегодня 2 заказа съесть. А в теории. Лучше таких практик не проводить в Telegram канале. Да, такого делать мы не будем. В общем, Яндекс дал нам 22 минуты дойти до точки. У нас на машине этот пульс оставит 5 минут. Поэтому придется подождать еще там. Сегодня поспрашиваю Глеба про сравнение доставки в России и в Штатах. Кто не знает, Глеб недавно вернулся с Америки. Он там работал в Яндекс.Еде, а только в доставке, короче. Убер-Итс. Убер-Итс. Убер-Итс, да. Вот. Мой ингридс из Варима. Это очень хорошо. Очень хорошо. И расскажет про работу там. Расскажет свои впечатления про работу здесь. Про цены. И узнаем, может быть, что-то новенькое. Может быть, какие-то секреты он нам расскажет. Приятного просмотра. Не забудьте подписаться на канал. На мой. Канал Глеба будет в описании. Да, ссылочка в описании. Переходите. Приятного просмотра. Погнали. На линию. Если вы ищете автомобиль в аренду, то рекомендую обращаться в таксопарк рулем. В автомобопарке есть машины эконом, комфорт, комфорт плюс класса. Они почти все новые и без пробега. Также действует акция «Приведи друга». За каждого приведенного друга вы можете получить два дня аренды в подарок. Либо скидку 100 рублей за каждый отработанный день вашего друга. Количество друзей не ограничено. Можете хоть всех своих знакомств привезти. Всем будем рады. Все контакты таксопарка внизу в описании и на экране. И не забывайте указывать мой промокод «АЛЕХСГОЛ», чтобы получить два дня аренды в подарок. Вот так выглядит приложение. Я честно, ну типа оно похоже. Там на заказе 5 баллов приоритета. Тут какие-то кэфы есть, зоны горения. До прибытия в ресторан еще 8 минут. По факту ехать тут один светофор. Сумма заказа 1665. Интересно, сколько мне за это заплатят? Сколько мне заплатят за заказ, который стоит 1665 рублей? Мне, кстати, пришло два заказа. Мультизаказ получается. Две точки. Одна позиция на 6120 рублей. Смотри. Два заказа на 1665 и на 6120 рублей. Ново-Дмитровская улица, потом Башиловская улица. Два заказа сразу сейчас. А в одной точке два заказа. Кайф, наверное. Неплохо, неплохо. Надеюсь, это адреса ближайшие. Потому что, типа, в теории же это ходить пешком все надо. То есть 20 минут это расстояние идти, которое мы сейчас проезжаем за 5 минут. Твои ставки, сколько это все будет стоить? 150 рублей. Серьезно, такие цены? Ну, 160. Вот что-то быть. Лена, а что я подписался? На хунчи, на тачки, которые подходят в бизнес. Я вожу Яндекс.Еду. Ух, заработаем. Нету, ни-ху-я. Вот просто, ни-ху-я. Так, после арки сразу поворачиваем направо. Идем вдоль черной лестницы и снова поворачиваем направо. Видим корычневую дверь, вам в нее. Ни-хера себе инструкции. Ну, кайф. Иди к ним. Кстати, а у тебя остался мопед здесь? Здесь, да. Много? Мопедов? Да. Один. Блядь. Надо как-нибудь с тобой договориться на денек мопед. Войдем на одного. Блядь, кинь. Ни-ху-я, с двумя сумками. 24, 24, 24, забрал заказ. Заказ у вас, подтверждаю. Так, получается, один поставил. А второй, так, какой там? 23, 71 тоже, да. Забрал заказ, подтверждаю. Подтверждил. А если это не влажит, как это сейчас идти? Это не влажит. Давай, сначала только встать. Ага, так. Поставил. Надеюсь, наверх. А можно так? Конечно. Вот это? Спасибо, Патри. Не надо ничего. Это поставил мне лохов. Надо повариться. Так, у нас, в общем, два заказа на руках. Мы сейчас едем их доставлять. О, Алекс, очень хорошо получается сегодня. Ну, скажи, с кайфом же, да? Конечно. Ну, смотри, какой рюкзак, гулять будешь больше, кардионагрузка вот эта же, да? Да, сейчас главное тут в лужу не упасть, а все остальное в херня. Расскажи, а чаевые вообще оставляют пассажиров, пассажиров, это, Тони? Ну, ну, пускай, пускай, пускай. Пускай, пускай. Пускай, пускай, пускай. Пожди, достаточно, как клиент. Клиент. Ну, слушай, история такая. Ты доставляешь заказ, и потом уже по желанию клиента он может тебе накинуть там, типа, чая. Ну, это, типа, как и в такси, получается. Ну, да, типа, у тебя потом отобразится, ну, лично на балансе, да, то, что вам пришел чай. И сумма за сам заказ, за чай, и ты уже будешь понимать, сколько ты заработал. Обычно, обычно меня, знаешь, как баловали. Я вот так вот сижу. Монетки вот так вот. И мне, да, и мне жменью вот так вот. Нет, я тебе шуток, но было пару раз, когда, ну, там, и 100 рублей, мелочью, там, по рублю, по 5 рублей, вот так вот. То есть люди какие-то, ну, адекватные. Но, ты прикинь, ты делаешь 30 заказов, и у тебя мелочи, там, уже накасали. Для курьера это нормальные бабки вообще. Ну, да. Не, ну, смотри, прикол. Я, когда, получается, там, устраивался, она говорит, ну, девушка, которая там оформляет, она говорит, вы можете выбрать себе бонусную цель, и если вы заработаете меньше этой суммы за... А гарантированный доход? Да, гарантированный доход. Ну, короче, можно сделать, получать гарантию 140 тысяч рублей за 25 дней, но, знаешь, сколько нужно заказов сделать? 700. Как тебе такое? Ты столько заказов за месяц хоть раз делал? Если ищешь, в каком парк подключиться, то рекомендую свой парк. Парк называется Royal Park. Первую неделю работает в парке комиссия парка за заказ 0%. Дальше 2% с заказом. Ну, вот, моментально на любую банковскую карту через приложение Яндекс.Про. Дополнительно ничего скачивать не нужно. В парке проходят розыгрыши. Первый розыгрыш был в честь Нового года. Много призов. Сейчас все призы видишь на экране. Следующий розыгрыш будет 23 февраля, 8 марта, ну и так далее. Подключением и всем-всем-всем занимаюсь лично я сам. Поэтому все мои контакты будут в описании. Пиши, звони, подключайся. Подключение занимает буквально 5 минут. Ну, если я не на заказе. А если я на заказе, то чуть-чуть придется подождать. Яндекс.Заправки без комиссии. Также есть бонус за тайника и в честь дня рождения. Пиши мне в WhatsApp или в Telegram. Контакты на экране. Подключайся, вступай в команду. Мне, слушай, ну давай без вранья, но 25 это реально сделать. Но если ты будешь работать где-то в центре, а не как мы сейчас. Потому что нам только до первого клиента 25 минут идти. Это же жесть. Это просто жесть какая-то, это неадекватно. Но может быть цена будет ходить нормальная? Ну, я думаю, да, они 97 рублей. В доставке в этом плане попроще. Ты можешь проебаться. Тем более всем учетом, что у нас запас времени есть. Еще 12 минут, а ехать нам 3 минуты. Но смотри, тут если ты не успеваешь вовремя, то тут есть штрафы. За каждую минуту там сколько-то рублей. А в Яндекс.Доставке нет штрафа. Ну, в Яндекс.Такси тоже нет. Нету тоже штрафа. Нету. Я вот сейчас еду и говорю, наверное, вот в этом плане доставка на велики, ну, по крайней мере, еды, она удобнее. За счет того, что можно бросить хоть где велосипед, либо там если ты пешком, хоть где его бросил. Ну, в смысле, когда ты пешком, ты ничего не бросаешь. Да, ну смотри, момент, потому что если ты на велике, то в такую погоду ты весь мокрый и грязный. Ну да, ты как чушь. Ты тоже понимаешь? Да. А нам еще пути можно быть 8 минут. Но мы уже здесь. Я сейчас уберу пакет, который нужно. Так, не перепутайте заказы. Да, это вот этот вот. 59-24, да, вот он. И я его понес. Здравствуйте. А, 383 квартиру доставка. 27-й. Ну, где? Нет. Заказ отдам. А, передал заказ. Связи нет, сейчас отдам. А, он сразу строит маршрут до второго заказа. А как посмотреть, сколько стоит? А, непонятно, сколько стоит. Клиент Андрей, следующий заказ. Короче, пешком 28 минут, следующий заказ. На машине 19. Хорош. А как посмотреть, сколько стоил прошлый заказ? Мы сейчас этот закроем, и тогда уже будет видна сумма сразу за два заказа. А, а. А я уже вижу 145 рублей за первый заказ. Пацаны, я сказочно богат. Не снимал. Короче, сейчас девушка поставила машину, и уже собиралась входить, мы ее перехватили. Потому что я не вылазил, вот пол машины стоит на платке, пол на инвалидном месте. Это эвакуация? Это эвакуация, 5 тысяч штрафов. Ну, либо, или, скорее всего, просто 5 тысяч штрафов. Вот. А девушка встала, грубо говоря, на два места. Или как бы даже на три, да? На три места встала. На три места встала. По факту, у нас еще осталось 8 минут. Я, честно, пацаны, я не представляю, как такое расстояние пройти пешком за 30 минут. Мы на машине ехали 20. То есть 20 минут на машине, 30 минут пешком. Это что такое? Это очко, я скажу так. Ну, это пиздец какой-то просто. Вот, машину припарковал. Вот такие вот еще темы тут мягкие, чтобы по курьеру спинание не уставало. То есть это расстояние курьер с радостью доходит пешком. А с ногами они что делают по смене? Ха-ха-ха-ха-ха. Эту историю я поднимаю руки. Ребята, ну, когда ты, ну, типа гуляешь и зарабатываешь, да, окей. А как пройти-то, блядь? Вот самая важная история в работе курьера, это, во-первых, что это фитнес. И второе, это моя временная работа. Чай 500 рублей дали? Ну, ничего не дали. Ну, вот. Так, пятерочки. Топ. Если 71 рубль за час, нормально, идем. То есть это получается 145 рублей в час. Да. Ну, неплохо. А на бизнесе получается 1400? Да. Ну, чуть побольше. Мы же машину ставили на платной парковке. Я сейчас завершил, и мне вернулись деньги за парковку. Получается, что она мне обошлась в 7 рублей всего. Там, типа, 10 минут. Вот. Подъезжаем, ну, как подъезжаем, 5 минут до следующего заказа. Следующий заказ упал из пятерочки. А, он обычный, да? Да, обычный заказ. Пятерочки на... Заказ готов. Пишут, можно забирать. Хорошо. Так, нам сейчас надо доехать до... Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Пока все очень неплохо. Ну, то есть, как неплохо. Все очень интересно, потому что это что-то новое. Я надеюсь, вам нравится такой контент, так сказать, где... Где много денег. Где много денег. Где можно заработать на любую свою мечту. Если вы думаете, что это в работе курьером в Яндекс.Еде можно заработать на свою мечту, то вы, зука, ошибаетесь, парни. Ошибаетесь, парни. Но. Это интересный опыт. Интересный опыт. Как минимум. Как минимум. Мы покатались на машине. Давай на этом и закончим. Чисто в ебали два часа. Три часа. Три часа. Три часа. Два часа трудоустройства. Час уже мы за 270... Час 20 здесь. До 271 рубль мы сейчас отходили. Ну, откатались. Палка сейчас заказ пятерочки. Но он благо коротыш. Он реально коротенький. Мы ехать будем дольше, чем идти его относить. Но тут главное, чтобы была парковка рядом с этой пятерочкой. Вот. Чтобы можно было машину бросить. Приехали в пятерочку. Валя, парковка здесь вроде нормально. Парканулись. Но главное, чтобы людям машина не мешала. Можно без сумки пойти. Потому что это вроде продукт. Поэтому посмотрим. Алекса, смотри, у тебя на счету уже третий заказ. Ты чувствуешь разницу между работой такси и работой курьерской истории? Чувствую себя, как ты называешь в своих роликах, курочка, блядь. Курочка, да. Потому что по зернышку, по зернышку, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот получается третий заказ. И если будет сейчас суммарно 300 рублей хотя бы, это будет уже неплохо, наверное. Ну, смотри, я тебе так скажу. У топового курьера после трех заказов нету отдышки, как у тебя, дорогой. Так я прошел 10 метров только. Что же будет, когда мы дойдем до клиента, поиск представить? Да. Пока не пропузилось. Это заказ был с пятерочкой, 93 рубля. КФ 1 и 2. Да, фиксированная часть за километры. Хорош. Сейчас упал заказ, короче, подача 17 минут. Сколько пешком идти? Пешком 14 минут. 17, ну там, пока 14 минут. На машине 8 минут. Доставочки повозить не желаете? Пакетов-то. Нормально. На этот заказ я заберу 50, Пратхан. Да? Да. 44 рубля. Так, куда нам ехать? Показываю. Знаете, это крутое ощущение, когда, можно смотреть, когда другие люди работают. Вот я сейчас смотрю, как Греб работает. Аккаунт мой. Натан, это все не так. Не просто так, это 50% от стоимости заказа. Я просто так не работаю. 44 получится рубля. Все, ты копейки. Ну, я считаю, у нас сегодня хорошо очень получается. Да. И по заработку хорошо, и по скорости, да. По успеху, да. Так, залитый. Я вакуум. Аккуратно, не ударься. Какой этаж? Третий. Алифт есть? Да, точно. Ну и лифт, они тоже. Иногда знаешь, иногда когда несешь заказ на третий этаж, понимаешь, что у тебя еще остается времени, минут 5-6. Слышишь, отдыхаешь. Нет. Сделаешь еще, поднимаешься выше, спускаешься вниз. Делаешь кадр, а потом уже прошу матч. Сейчас покажу, как по мастерски приучить чаевые. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш курьер, ваш заказ? Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Ну, показался, да? Он мне не встал. Предал заказ. 524. 159 рублей. Да. Да. Пока. Это самый дорогой заказ. У нас получается с 4 часов получилось сделать 4 заказа. Вот они, 524 рубля. Так, сейчас время 16, ой, 18.05. То есть, за 2 часа 15 минут 524 рубля. Успех уйдем. Ну что, ребят, получилось то, что мы заработали сегодня кучу эмоций, но денег не заработали толком. Потому что 500 с копейками рублей получилось за 2, наверное, часа с копейками. Может быть, ну, там плюс-минус за 2 часа 10 минут что-то такое. Вот. Это с тем учетом, что мы на машине. То есть, мы приезжали там где-то за 10 минут до вручения. Где-то за 5, за 8. То есть, ну, быстрее. Если это пешком, реально пешком, не на чем-то там другом, то это, ну, это очко. Это очко капитальное. Но, давайте так. Если посчитать, на самом деле, по-грамотному. Ну, то есть, что я имею ввиду. Если посчитать, что ты не тратишь деньги за аренду автомобиля. Ты не тратишь деньги на бензин, на парковки, на что-то там еще. Да, ты можешь, условно говоря, там где-то там на автобус прокатиться, где-то там еще как-то. То есть, условно говоря, там можешь взять, проехаться на самокате, допустим. На, там, не знаю, где-то там еще как-то, да. То есть, но, то есть, в целом, как бы, это, наверное, адекватно получается. Потому что, если посчитать так, вот я с Левым общался, да. Курьеры, которые шарят, могут в день заработать 5-6 тысяч. Если вы работаете в Яндекс.Еде и вдруг смотрите это видео, расскажите, как вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете. И скажите, сколько реально зарабатываете. Потому что то, что я поработал, грубо говоря, возле офиса Яндекса, да. Ну, это не показатель. Потому что, мне кажется, вот в Яндекс.Еде нужно работать в центре. Именно вот, ну, пешим курьером, да. Потому что, ну, в центре все заказы, все рядом, все близко. И даже там, на севере, нам пикали заказы постоянно. Мы не стояли вообще. То есть, какие-то были мультизаказы, там, один был мультизаказ, а потом были, ну, обычные заказы, типа, там, вот такие вот. Это, ну, такой, знаете, новый опыт, что-то новое для меня. То есть, это, ну, я не буду сейчас уходить из такси, естественно. То есть, я буду дальше работать, увозить пассажиров. Плюс Яндекс.Еды в том, ну, вообще курьерские движухи, в том, что ты, грубо говоря, ну, ты реально там уходишь, да. То есть, ты можешь, захотел, вышел с линии, пошел куда хочешь, там, по центру погулял. На машине чуть сложнее. Почему? Потому что машину не везде можно припаркануть. И у нас была ситуация, когда, ну, реально, Глеб шел за заказом, а я стоял и ждал его, катался до сюда. Потому что, кстати, негде было. Понятно, что это пеший курьер, ты, в теории, пешком уйдешь. У тебя не должно быть никаких проблем с парковкой машины, да, потому что ты пешком. Но, все равно, то есть, даже с тем учетом, что мы как-то раз, ага, мы раз опоздали, потому что, на вручение, потому что, ну, там было идти, ну, пока туда-сюда, пока там подсняли все, да. То есть, ну, на съемку тоже время тратилось. И там какие-то штрафные санкции должны быть. Ну, посмотрим, что придет. Может быть, он меня так напугал просто, что будут штрафные санкции, не знаю. Как-то так все получилось. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, по крайней мере, вы хоть посмеялись от такого заработка. И мне интересно поработать, знаете, вот именно, там, не знаю, на самокате, на мопеде, на Матизе, да. То есть, почему я говорю то, что если это видео соберет 5000 просмотров, я возьму Матиз. Это поржать, чисто поржать. Потому что нельзя, ну, я не могу к этой работе относиться серьезно сейчас. Потому что, ну, вот, 2 часа с ученого трудоустройства, как мы назовем, да, в Яндекс.Сиде, 4-5 часов суммарно потрачено времени. Я бы в такси заработал намного больше. Ну, то есть, не 500 рублей, а больше. Даже на экономику, пацаны, даже на экономику. Естественно, это чисто будет поржать, посмотреть вообще как-то, что можно. Вот так. Подписывайтесь на канал. Ссылка на канал Глеба будет тоже в описании. Подписывайтесь, переходите, смотрите. У него крутые, крутые видосы курьерские и не только. Вот, а я поехал домой переодеваться и, наверное, поеду, повожу любимых пассажиров. Пока.